Так, теперь, значит, сейчас мы перейдём, вернёмся обратно. Я вам ещё, наверное, не всё рассказал, то, что относится, ну, пока будем считать теории, да? Вот, ну, сейчас мы с вами повернёмся, я надеюсь, ветер утих, и первый этап будет выглядеть так. Мы будем с вами делать эвакуационные рамки. Второй этап, надо научиться ими пользоваться. Третий этап, вы сами уже свои квартиры перемерите, переставите мебель, переставите кровать, ну, если в этом есть необходимость. Вот, велика вероятность заболеть, находясь в этих самых гепатогенной зоне. Страшная эта вещь. К сожалению, не учёная, не даутенная наука, а так как в практике никто, ни с помощью гидровых приборов не переставляет эту самую мебель. Вот, не доверяют экстрасенсам, ой, оговорился, но это уже по Фрейду. Не доверяют белокадрщикам. Вот, у нас миллионы людей подвергают свою жизнь страшной опасности. Вот, ну, хотите такие отличённые примеры? Чёрная вдова, у-у-у-у, сглазили, у-у-у-у, проклятие наложили, у-у-у-у. А теперь представим себе, что эта черная дова живет в отдельном доме или в отдельной квартире. Вся квартира пронизана смертельными лучами, где патогенная зона в действии. А люди-то сопротивляются по-разному. Я не говорю, что некоторые как гуся воды, но у многих очень мощная своя собственная защита. Такая защита, допустим, есть у меня. Нет, она природная. Я никогда не учился ничему. Не умею ставить, есть такое выражение, ставить защиту. Просто что есть, то есть. Я не боюсь геопатогенных зон. А теперь представьте, что такая вдова, когда была цветущая женщина, которая сильное биополе, выходит замуж. Кстати, есть еще такая тенденция, знаете как, если померить мужчину и женщину, окажется, что у одного сильное поле, а у другого слабого, идеально супружеская пара. Вот так вот. А если у обоих сильное, некомфортно будет, разбегутся. А если у обоих слабое, а где энергию брать? Поняли, треугольник любовник, трехугольник. Ну, на этом я бы мог в ЗАГСе работать, мерить себя. И говорю полушутя, полусерьезно. Могу работать в ЗАГСе, мерить биополе супружеским парами, говорить. Ребята, вас ждет долгой, счастливой жизни. У вас биополе слабенькое, 20 сантиметров, а у вас 2 метра. О, отлично. Вот. Вы будете уравновешивать друг друга. И обоим будет комфортно. Один отдает, другой принимает. Вот. А у вас, у, какие вы оба сильные. У, это уже на грани, это, уже экстрасенсорик. Гу, какие вы. Вот. Ну, ребята, сразу вот написали заявление в ЗАГС. А теперь напишите еще одно и оставьте тут потом. Чтобы потом лишний раз не приезжать. Пусть лежит в этом же деле заявление на развод. Прижит год-два. Ну, и вы придете за ним. А у вас уже написано. Вот. Ну, а если слабое у обоих, ну, что делать? Надо искать сильного. Отсюда и измены. Как это не грустно звучит. Впервые, согласитесь, слышите эту. Мои выводы. Ну, за ними стоит измерение. Итак. Ой, как бы мне вспомнить, что я перед этим говорил. Что я перед этим говорил. До ЗАГСа. До ЗАГСа, до ЗАГСа. Еще же хотел сказать. Ага. Очень важный момент заключается в том, что в моей жизни это то, что я однажды прочитал книгу, которая называется «Смерть в вашем доме». Во. Прочитал. Вот. И стало страшно. Книга была серьезно написана. Это перевод был с немецкого. Оказывается, в Германии я серьезно относится к этому делу. Вот. Хватает собственных этих белокатовщиков. Ходят. Измеряют. Говорят. Вот тут кровать переставьте. Тут, извините, вся квартира. А тут целый подъезд смертельно опасный. Да, а что? Излучение, оно распространяется вертикально ведь. Это, это самое, это, поверьте мне. Я специально мерил. Тут вот оно, перейдешь на второй этаж, там то же самое. Перейдешь на третий этаж, и там оно же, то есть оно вертикальную составляющую имеет. Вот. Не только площадь определенную. Запомните, это не решерка Хартмана, это не пересечение узлов. Силовых линий. Это трещина в земной коре. Оттуда идет страшное смятение. Везде разное. Везде по-разному. Вот. В природе оно хорошо рассматривается. Ну, как лес. Вот, представляете, какой лес. Тут вот немножечко, если слева, я уже не буду дергать камеру, да? Слева сразу. Вот тут забор, а за ним где-то лет 20 назад бросили. Бросили строить. Поехали, и участок зарос лесом. За 20 лет высота тополей, ну, поверьте, не хочу из машины вылазить, ну, где-то 7-8 этаж. За 20 лет. Не за 100 лет. Вот так вот. Вот это вот мощь. Сосновый лес. Вон он рядом. Красавец. Это не лес, а сказка. И тут же поляна, где кустарник мне по пояс по грудь. Почему? Почему? Там миллиарды, не миллионы. Вы знаете, когда пылят эти самые сосны? Там же, это прям тучи, тучи. Это сколько это, так называемая, спермы? Я даже, ну, так образно я называю. Ну, зато понятно, да? Вот. Тучи бесконечные. Это же сколько там семян упало, уже оплодотворенных, результат оплодотворения почву. Их миллиарды на каждой сотке или квадратный метр. И не растут. Ни одна не всходит. Вы представляете? А жидкий кустарник не всходит. И никто не понимает, что, наверное, да, этот участок человеку, это одно из моих откровений, нигде не просчит. Да, это самое. Если вы умудрились до этого момента меня слушать. Вот. Ведь не надо, раз это самое, пилить там вековые сосны. Не надо там, или полувековые, огромные там, в один-два абхата. Не надо ничего делать, кроме как там может, там даже можно обойтись вообще без техники. И ставь в дом, там кустарник-то срубить, тьфу. Вот. И как раз попадете в это самое место, где нельзя-то и строить. И сад там нельзя садить. Мощь от деревьев растения стали. Растет жиденький кустарник. Вот он может. Он и ставит. Потому что, это самое. Ничего путного там жить не в состоянии. Семена не всходят. А потом, боженьки-то мой, я когда это вижу, я интерпретирую все для людей. А вот супружеская пара. А вот она не может ребенка зачать. Ай. Ай-яй-яй. А еще молодец, еще здоровый, еще не отягощены болезнями, которые наступят неизбежно в геопатогенной зоне. А вообще-таки зачали ребенка. А как вам ребенка, подростка или даже чуть ли не этого самого, школьника, младших классов, я не знаю диапазон возрастной. Раковые болезни. А не отсюда ли? Вы скажете, нет, никакой связи. Врачам-то хорошо, они за это деньги получают. Вот. За то, что лечат. Попробуй сейчас в одной части, перестав миллионы, десятки миллионов кровати там, у людей пересели из геопатогенных зон. Вдруг исчезнут раковые болезни. Это же настоящее горе. Это так же, как, не дай бог, наркоманы исчезнут, это же милиция с ума сойдет. Не дай бог, почему наркоманы у нас никогда не исчезнут. Вот. Потому что это самое... Они не исчезнут, проституция, менты человек будет же кушать тогда. Понимаете? Кстати, проституция, это так, к слову, нормальная профессия. Если ее только в рамки вставить. Как той же Германии. Вот. Кормушки делают, сразу претят, а потом кормятся с этого. Так вот. Я что хотел сказать, чтобы не отлечься. Страшная вещь, начал-то я с этой, черной вдовой, помните? И вот эта черная вдова, у нее мозги нормальные, у нее мозги в порядке. Вот. Выдержат не один год, а может быть, не одно десятилетие в этой зоне. А мужичок-то, а-а-а, квелый, раз умер. Ну что ж, все бывает. Это еще не статистика. Второй раз замуж вышла, а он тоже умер. Ух. Вот тут уже это, наверное, проклятие закрадутся в мышцах. Но уж после третьих-то похорон, все, проклята она. Она наоборот не проклята, она жива, поймите. Тут вся, всего-то связь установить. Вот. А вы представляете, как просто, если бы однажды... Этот фильм тоже не пойдет, далеко не пойдет. И никто из этих даже... Вы понимаете, риск мне всегда удивляет, да? В России нет садов. И когда собирается какой-нибудь трапеза у какого-нибудь оригарха, миллиардера, там, этого, чиновника крупного ранга, вот, депутата Госдумы, там, мэра, там, этого самого, губернатора на столе, красивые фрукты. Все отравлены, а им по барабану. Потому что других просто не бывает, значит, все равно же будут жрать. Я же не говорю, есть, потому что едят хорошие фрукты. Когда смертельно опасно, это называется жрать. Вот. А они так же едят. А вот гепатогенные зоны, где движение не изучается, мы с вами будем изучать. Мы с вами поедем по этим смертельным зонам. Вот. Результат невежества то, что... И они бьются, как эти губернаторы и прочие олигархи, попадают в аварии, как простые люди. Потому что несутся с бешеной скоростью, а значит, пересечение гепатогенных зон предельно опасно. Крышу сносит, чем это... Быстрее скорость, чем больше. Вот. Хватает легкого похмелья, недосыпа и все. И вот это. Потом их, этих губернаторов тоже по кусочку собирают. По обочине. Они этого не знают. Вот. Это считается как естественный отбор. А он не естественный, потому что поставь там ограничение скорости. Вот. Это еще раз говорю, мы будем проходить. Но они же... Он... В чем-то и есть его силы, иначе губернатора бы не назначили. Вот. Я же не губернатор, значит, я не гожусь, видимо, на эту роль, раз мне не назначать. А раз назначили кого-то, значит, он годится, значит, у них есть какие-то качества соответствующие. Но у них нет одного качества, которое, наоборот, присуще нам. А мы не пересекаемся. Они рискуют жизнью, поедая фрукты, это самое, не имея понятия, что можно вылезти без лекарств. Подчеркиваю, без никакого целительства, никакой транссенсорики. Вот. Они понятия не имеют, что можно ездить и не попадать в аварию. Вот. Надо же отобрать себе шофера с мозгами, а не это самое. Вот. С нормальными мозгами. Ну и так далее. И вот получается так, что невежество из-за того, что наши знания, вот такие, как я, они передаются наверх. Соответственно, структура, которая должна заниматься этим, этим не занимается. Вот. А результат, миллионы мертвых деревьев, миллионы мертвых людей, если брать в широкий диапазон, там, всю страну, за пример, или, там, допустим, за 10-20-летие, миллионы трупов, вот. Миллионы этих самых больных, тяжело больных, раковых больных, вот. Не изучается эта тема. А мы с вами будем изучать. Я еще мог бы еще часов пять рассказывать, случаи жизни, примеры, но вы поняли, что меня привело сюда. Обидно стало за Россию. Немцы могут, мы не могим. Сколько нас этих белокадщиков? Вот после этого фильма, если бы сделать, еще раз говорю, допустим, просмотр, миллион человек, тысячи белокадщиков высшего уровня, уже готовы. И еще, заметьте, сто тысяч из миллиона, которые запросто будут владеть рамками, ну, чуть дольше поучиться. Например, не сразу взял рамки, они заработали, ну, может, часа два. Долго это? Походил там, научился держать параллельно, вот, все. И вдруг убедился, что они реагируют на все подряд. Сто миллионов человек, и вот они уже все это толпой, все это сводится практику. Конечно, никогда, чтобы там детей научить, чтобы люди в школе дети изучали, этого, наверное, не случится лет за тысячу. Невежество, подчеркиваю, дичайшее. Продолжение следует...